итак снова здравствуйте дорогие зрители с вами я алексей вы смотрите тут канал парадигм и они сразу начали болтать как только включил запись ладно нужно валить нужно очень далеко валить и у нас здесь осталось еще пара квестов солитюде но как бы еще есть квесты но я их не буду выполнять я решил не идти в пещеру волчьи череп пока что и поместье мне не нужно здесь дело о том что нам прислал ярл фолк рита или какого то там владения вот позволь мне представиться мое имя ситки эре я имею честь быть ярлом кул в год до ватт древнего города фолк рит так а какие у меня подвиги вскай риме интересно у меня не особо много подвигов если честно данном владения фолк рит зайти поговорить со мной как будешь фолк ритти титул не только принесет тебе честь и уважение но и позволит тебе иметь личного хускарова что если твои услуги окажутся полезным и сумм в общем нужно будет выполнить такую вот маленькую задачу и мы получим дом и тот ну как бы нет том мы не получим мы получим просто землю на ней мы построим дом и зачем мне нужен тот дом он как бы не в городе и все такое но там есть грядки а на грядках можно выращивать например болотные стручки и собачьи корни и делать в промышленных масштабах зелья паралича зелья паралича это очень дорогая очень полезная вещь и собственно вот за этим не нужен тот дом я конечно не знаю какое там задание нам дадут а здесь у нас еще два задания одно которое я помню никак не мог выполнить ну собственно по определенным причинам большинство идет в смеющуюся крысу если же тебе не интересно музыка и ты не хочешь выпивать то по крайней мере ты можешь поболтать с корпусом он знает все свежие сплетни грустно но казнь была необходима моя кузина фира сейчас где-то в скайриме сражается с ульфриком буревестником ну да проклятыми мятежниками и ей бы не пришлось воевать если бы не рок будь у нас мир моя тетушка не волновалась бы за свою дочь ты действительно не знаешь он позволил бы ладно я знаю я знаю ульфрик приехал сложно что он убил верховного короля а рокбер позволил ему уйти новые люди новые города любители убивать королев хотя королев я не искал кашки ты самый лучший дополнять этот квест конечно можно пойти и там по моему где то или нет наверное нет ладно мы попробуем мы этой чушке спаси штата как раз не понятно с кем мне надо поговорить чтобы продолжить этот квест так скажем нужно позаботиться раз непонятно значит не буду его и пойдем выполнять другой квест который нам дал насколько я помню этот чувак девочка блин не говорит никто не говорит ничего так вот тут насколько я помню нам даже разбирается в теории магии никогда бы не подумал что позволили сюда прийти уже итак ох какой здесь бардак я конечно могу всякие кубки пособирать но я не вижу в этом смысл у меня и так много всего так нордский мед здесь есть здесь есть угли довольно странно что они тут есть так тут есть и железная рута но отлично я сразу же становлюсь перегруженным нужно все выложить в хранилище наверное все что нам не нужно естественно так ну я кстати зелий наварил до хранища просто наварил этих зелий долбаных вот у меня есть еще камни душ но вот я не знаю великие большие камни душ нужны ли мне вообще шкуры определенно туда нужно засунуть руды всякие и просто железные слитки тем более так факелы тоже практически все нам больше одного факела вообще никогда не пригодится но все с этим разобрались дальше тут что пряное вино пряное вино да кстати я сдал тот квест который типа мы в восточную имперскую кампанию к виктории вичи шли в общем то она мне дала за то что я избавил избавил от двух тысяч налога она мне дала 25 золота и пару бутылок пряного вина а также позволило взять пряное вино у нее с этого м с привалка безнаказанно вообще ну в общем вы поняли что это хреново хреновая награда так дальше вот это вот очень интересное заклинание она короче позволяет торговать с любым человеком то есть нужно к невраждебному какому нибудь например к стражнику подходишь кастуешь на него это и ты можешь с ним торговать но важно знать что он не превращается типов торговца вы можете торговать только один раз и только теми вещами которые у него и у тебя есть у него может быть например вообще не быть и денег и то есть ему ничего нельзя продать у него только купить можно поэтому этот цветок очень ситуативный и разве что он подходит когда это тебе нужно вот ты например нашел при помощи типа воровства что у него есть медальон какой то вот например медальон зенитара м ожерелье зенитара или забыл как но в общем и ты хочешь его забрать но у твоего скилла воровства не хватает для этого ты просто подходишь к нему кастуешь это заклинание и можешь покупать этот амулет но как я говорю ситуативное заклинание вот кстати я купил ожерелье приманки душ ожерелье алхимии по моему тоже купил вот это вот я сам зачаровал все на скрытность потому что очень дорого стоит стоят вещи зачарованной на скрытность так ну и что тут еще ну и как бы вот это еще можно ладно пока что больше ничего не буду ложить никуда кстати я прокачал иллюзию до семидесяти вы поняли каким образом я это сделал мы сейчас поедем в интерхолд ну после выполнения задания это купим заклинание невидимости и будем проходить там всякие задания а это что вино еще вино еще вино ну возьмем вино пожалуй кроме того здесь может быть что то ценное да я совсем забыл нужно повыкидывать нафиг пустые бутылки стоп а ну все те две бутылки мне нужны во сколько паутины ужас прямо что же здесь произошло скоро узнаем хоть не знаю этот свет свечи костуй о боже что это я не могу он проходит прямо насквозь кроме того у меня столько так много нежелательных личностей с которыми надо разбираться скептики шуты недоброжелатели ужас мой палач мой палач не спит в третьей сути ты слишком здоров тебе мой дорогой милый убит на безумный кто это что вы любите танцевали улыбали улыбали старее ты лучший и и и и и и и да еще и как не спортивно м бабочка и ты уже говорил уже сколько раз ну что ж нет так возможно лучше удалить там хорошего дня и да да и оставь меня с моими бесконечными обязанностями и заботой так кто тот удалился похоже удалился наоборот вот это ну тут который ладно неважно забейте о круг и тарийского сыра берем чеснок да всю еду возьмем сейчас вкусно выглядит ой тарелку не надо было ну ладно продать им вино еще вино сладкий рулет упали лет на десять двадцать но вытрачуясь оттальше мне на тебя вообще посрать я сюда пришел за едой так 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 я чё шут похож на шутана какого то а кто это такие я могу и взять не могу мне бы побольше этих лунных бабочек или как они там называются ну что пора или не пора с ним заговорить о шелгород какой то старого друга лет на десять двадцать а где я вообще украинского а это что твой твой ну да я был девственникам до этого момента первый раз я в разуме пилаки с кем ты говоришь точнее уже не говоришь с императором пелаги ну хоть ну ради кредит пелаги ты знаешь будучи и смерти он что беременный это было гениально он запретил смерть именно так смерть не запрет ну бывает ну а что логично ведь поступил ну то что его полномочия не распространяются столь далеко это уже другой другая история но попробовать стоило ведь правда а 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 и на и и и и и и и а я тебе не скажу а я тебе не скажу ничего понял а и напоминающим мне только и надо было что кататься на нарвалах спать в медовых сотах и пить детские слезки что за нах если будешь кататься на нарвале не садись на рок ну норм и и и даже не подозревать м м ты безумец м но и и и и и и и как же он прав и и и и и и и тоже самое могу сделать так буду звать тебя энн мари так значит ты уходишь пишет сюда мне здесь понравилось жратва есть выпилка и и собеседники прямо мечтание жизнь в этом есть вопрос не так потому что честно ну сколько же может безумный доедра сидеть в отпуске и так вот что я собираюсь сделать есть в турцию и все верно хватит отпуск кончился пора возвращаться к скучной руке ну а с одним условием ты сперва найдешь выход выход удачи она тебе пригодится а в чем подвох мне нравится когда смертные понимают что их хватит за нас это добавляет интриги не хочешь осмотреться это надо сказать не ботанический сад солить юди ты хоть понимаешь где абсолютно где есть ботанический сад на самом деле добро пожаловать в обманчиво цветущий разум императора Пелагия Третьего ха 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 именно так ты в голове у мертвого опасного и безумного и безумного и безумного монарха ха 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 я знаю что а могу ли я тут положиться на мой меч заклятие и прочий бред само собой или или ты можешь использовать в в апреле в апреле в апреле в апреле в апреле что за в апреле человек ну скажем так м очень необычное оружие оно и не оружие того все если подумать если бы больше этих мотыльков я хочу мотыльков здесь у нас собирать но впрочем не главная задача давайте что ли пойдем куда нибудь нужно же выбираться пелагий пелагий боялся и ненавидел столько всего убить диких собак неж черный хлеб но больше я всего он ненавидел и тут можно во всех деталях увидеть как он себя он всегда против не а в в в но в м в в в в в в в в в ну вот так вот уверенность нифига какой ты нафиг внимание не дурно так я могу аж сюда залезть но мне сюда не нужно чувак тебя баба джек нот какой красивый посох в общем его единственный недостаток это посоха то что его надо заряжать будет в остальном му оружие скажем так интересно очень интересно привет чувак можно тело поджиг на то что означает делать рыбные палочки это типа дрочи что ли и к несчастью для тебя пелаге из детства страдал ночными кошмарами все что нужно сделать найти что то что сможет пробудить бедняжку пелаге и увидишь что его стране так на тех кок но ненадолго о как все покраснело а тут и есть что нибудь интересным кроме море топинеллы нету похоже какой то он замученный так и написано криш козочка ну что попробуем второй раз маленький пелаги какие то странные у него кошмары но впрочем это же шага рад хотя не совсем но и шага рад здесь все приложил руку скажем так топа на ворожея меня чуть не убило блин это страстное дело ворожея страстное дело ну нифига ж себе а можно мне блин я не могу я ничего не могу сделать я не могу полечиться вот это вот это я не могу